По итогам переговоров Путина и Кимчинына неизвестно пришли ли стороны к реальному соглашению. Однако сам факт того, что Россия вынуждена просить помощи у страны, где регулярно бывает массовый голод от неурожая, уже нанес Путину репутационный ущерб. Ослабление власти отметили даже ее сторонники. По словам экспертов, сейчас режим династии Инов выглядит стабильнее Кремлевского. Россия, наоборот, государство, которое еще 10 лет назад входило в группу стран восьми. Также ее лидер Владимир Путин был рукопожат в различных государствах, в том числе и в странах западного мира. Сейчас же он фактически опустился на уровень северокорейского режима. Однако угрозу сближения двух диктатур с ядерным вооружением не стоит недооценивать. Наиболее резко отреагировали соседи КНДР. Топ-представители Японии и Южной Кореи заявили, что Москва нарушает резолюции совбеза ООН, когда ведет дела с Пхеньяном. И пригрозили КНДР серьезными последствиями. Я не могу не быть глубоко обеспокоенным военным сотрудничеством и соглашением об оружии. Я еще раз призываю Россию и Северную Корею прекратить незаконную деятельность, которая приведет к их изоляции и регрессу, и соблюдать международные нормы, такие как резолюции Совета Безопасности ООН. Действия России нарушают санкции, которые сама же Москва ввела в отношении к НДР. О последствиях для России и Северной Кореи напомнили в США. Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи в Россию была бы нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. И мы, конечно, агрессивно применяли наши санкции в отношении субъектов, которые финансируют военные действия России. И мы будем продолжать обеспечивать соблюдение этих санкций и без колебаний введем новые, если это будет необходимо. Теперь администрация Путина пытается снизить публичное внимание к встрече с ИНОМ как внутри России, так и на международном уровне. Среди граждан, которые поддерживают войну против Украины, растет недовольство из-за того, что Москва не может самостоятельно перекрыть потребность в вооружении. А по словам аналитиков Института изучения войны, возможные поставки боеприпасов из КНДР дополнительно привлекли внимание развитых демократий к теме обхода санкций. Путин, вероятно, нейтрально изображает свою встречу с Кимом, чтобы сбалансировать заинтересованность России в приобретении северокорейских артиллерийских боеприпасов. Он беспокоится по поводу риска инициирования вторичных международных санкций против России из-за потенциальной торговли с Северной Кореей на фоне усиленного международного внимания к обходу санкций. Из отчета Института изучения войны. По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, КНДР уже полтора месяца поставляет России боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии в обмен на нефть и технологии. К тому же у Северной Кореи достаточно запасов и производственных мощностей, чтобы помочь России выиграть время на поле боя. Данила Кобза для телеканала Freedom.